В эфире Янаульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Профилактическая акция «Безопасная дорога. Счастливая семья» прошла на территории Янаульского района в пятницу 10 июля. Организаторами мероприятия стали сотрудники службы семьи и госавтоинспекции. Особое внимание в этот день они решили уделить соблюдению правил перевозки детей. Инспекторы напомнили автолюбителям о том, что всем находящимся в машине пассажирам необходимо пользоваться ремнями безопасности. Также в этот день все желающие получили памятные брошюры и стекеры акции. С продолжением тематической недели семьи стала акция «Безопасная дорога. Счастливая семья». Сегодня мы с органами ГИБДД вышли на улицы нашего города, проводим профилактические беседы с пешеходами, а также с водителями транспортных средств. Все это проводится для профилактики семейно-транспортного травматизма. В ходе акции сегодня мы раздаем флайеры с полезной информацией, а также наклейки на автотранспортное средство «Дети в машине». В этот же день на дорогах нашего района прошли традиционные рейды сотрудников ГИБДД. В ходе проверки инспекторы выявили более 60 нарушений правил дорожного движения. В том числе 6 водителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Причем один из них за рулем, находящийся в розыске автомашины. Выявлено три факта выезда на встречную полосу. Как отмечают сотрудники полиции, одним из самых частых нарушений становится непристегнутый ремень безопасности, а также превышение скорости движения. Сегодня сотрудниками ГИБДД по Иноульскому району проводится профилактическое рейдовое мероприятие, направленное на пресечение нарушения правил дорожного движения водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А также будет уделяться внимание на перевозку детей. Госавтоинспекция города Иноул призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Глава Башкортостана Ради Хабира в ходе оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан заявил, что по-прежнему не видит оснований для дальнейшего смягчения режима повышенной готовности, действующего на территории Республики. Ситуацию на 13 июля он назвал непростой, отметив, что ожидаемого падения заболеваемости пока не отмечено. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин сообщил, прирост заболеваемости в Башкортостане сохраняется на уровне 0,8% в сутки. При этом загруженность коечного фонда не превышает 30%. Медицинские учреждения обеспечены средствами защиты и медикаментами. Тестирование на новый коронавирус прошли более 440 тысяч жителей республики. Выборочное исследование показало, что уровень иммунитета в регионе составляет 5,4%. Тревогу вызывает высокая заболеваемость в соседних субъектах России, прежде всего в Оренбургской и Челябинской областях. Глава региона поручил усилить контроль за соблюдением санитарных требований, масочного режима и социальной дистанции, в том числе в социальных учреждениях. 70% аварий на дорогах Республики совершают водители в нетрезвом состоянии. Такие данные на оперативном совещании озвучил председатель Госкомтранса Республики Башкортостан Алан Марзаев. За минувшую неделю в Башкортостане зарегистрировали 87 дорожно-транспортных происшествий. В них 107 человек получили травмы, 15 погибли. Как подчеркнул руководитель ведомства, статистика фиксирует снижение по всем показателям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, работа автоинспекции по поиску нетрезвых водителей усилена. Ежедневно сотрудники полиции выявляют более 70 пьяных за рулем. Со злоупотреблением спиртным связано и значительное число трагедий на воде. За минувшую неделю на водоемах республики погибли 40 человек, в том числе пятеро детей. 27 утонувших купались в состоянии алкогольного опьянения. Председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров призвал глав муниципалитетов организовать патрули по популярным местам несанкционированного отдыха, уделяя особое внимание нетрезвым гражданам. В республике удалось приостановить падение рождаемости и на 40% сократить трудовую миграцию из региона. Такие итоги реализации национального проекта «Демография» обозначила на еженедельном оперативном совещании вице-премьер, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. Вице-премьер сообщила, что в 2020 году благодаря нацпроекту «Демография» в республике планируют открыть 24 детских сада на 3890 мест. Семьям с доходами ниже прожиточного минимума при рождении или усыновлении первого ребенка с 2020 года выплачивается удвоенное пособие по 9 789 рублей в месяц. Если изначально планировалось, что таких семей будет около 5,5 тысяч, то уже к середине года таковых было более 12 тысяч. Глава Республики поручил провести в августе совещание по вопросам демографии и обсудить итоги первого полугодия, проанализировать основные проблемы и наметить пути их решения. Сразу после видеоселекторной части заседания собравшиеся обсудили деятельность административной комиссии, статистику рождаемости, заключения и расторжения брака в Янаульском районе. В Янауле продолжается благоустройство по программе «Башкирские дворики». Подрядные организации ведут работу на придомовой территории многоквартирных домов по улице Станционной, Юбилейной и Худайбердина. На данный момент в завозе «Щебень» идет активная подготовка основания проездов и парковочных зон, а также установка бордюрных камней. Совсем скоро здесь появятся и новые детские площадки. Также на минувшей неделе в Янаульском районе прошел очередной день чистоты. Участие в субботнике приняли более 300 человек. Специалисты районной и городской администрации, а также работники УЖКХ провели масштабную уборку сразу на двух участках по улице Станционной. Основными видами работ стали обкос ссорной растительности, вырубка кустарников и деревьев, сбор мусора. В нескольких сельских поселениях были проведены работы по замене старых заборов на новые. В нашем районе ЕГЭ сдают 230 участников, 227 выпускников 11 класса этого года, два выпускника прошлых лет и один экстерн. Каждый выпускник приходит в строго определенное время. Эти меры позволяют избежать близкого контактирования у входа в школу. К привычной проверке паспорта и отсутствию мобильного телефона добавились лишь измерения температуры тела и дезинфекция рук. С собой экзаменуемые могут принести бутылочку воды и, к примеру, шоколадку. О том, как проходят экзамены в нашем районе, расскажет начальник управления образования Эльвира Шаихова. На сегодняшний день прошло пять дней экзаменов. Еще предстоит два дня экзаменов. Это 16 число и 20, а также 22 июля. Выпускники, сдающие английский язык, устную часть, поедут этот экзамен сдавать в Нефтекамск. Данный предмет, устную часть английского языка, дети сдают в Нефтекамске, потому что количество участников небольшое. Всего 13 человек. И поэтому Министерство образования и науки Республики Башхорстан решило объединить пункты проведения экзаменов. Нас объединили с городом Нефтекамском. Экзамены проходят в спокойной, доброжелательной обстановке с соблюдением всех требований санитарной безопасности. Термометрия проводится на входе, обрабатываются руки дезинфицирующими средствами. Дети относятся к экзамену спокойно, без замечаний, без нарушений. Эти пять дней экзаменов в нашем Янаульском районе прошли. Вчера на экзамене у нас присутствовал представитель оборнадзора Республики Башхорстан. Тоже к нашему пункту проведения ЕГЭ замечаний со стороны оборнадзора Республики Башхорстан нет. Российская авиакомпания ЮТЕР решила поддержать выпускников школ и предоставить им скидку на авиабилеты, равную баллам ЕГЭ. Чтобы сделать скидку максимальной, в авиакомпании учтут предмет, по которому выпускник получил самый высокий балл. То есть те, кто сдал экзамен на 100 баллов, могут полететь бесплатно. Скидка персональная, поэтому воспользоваться ей может только сам выпускник. Воспользоваться ей можно до конца 2020 года. Также компания проводит тест на знания английского языка и математики. Все желающие могут получить скидку до 10% на любое направление. Воспользовавшись скидкой, выпускники школ смогут сэкономить деньги и слетать на отдых, навестить близких или полететь на учебу в другой город. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан объявило о старте 10-й по счету республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Традиционная акция «Добра» будет проходить с 1 июля по 31 августа 2020 года. Она дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Так, в прошлом году помощь получили 7 816 детей из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму порядка 10 миллионов рублей. Присоединиться к акции может каждый. С 1 июля Инаульский район присоединился к 10-й ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Суть данной акции заключается в сборе гуманитарной помощи в форме канцелярских товаров, тетрадей, красок, альбомов в новой форме, в новом виде, портфелей, школьной формы, учебников и так далее в хорошем состоянии, либо тоже в новом виде. Пункт приема данной гуманитарной помощи – это служба семьи в Инаульском районе по адресу Советская, 21, кабинет 115-й. К сожалению, активность пока у нас не очень высокая. На сегодняшний день гуманитарной помощи оказало всего лишь одно физическое лицо. Просим Инаульцев проявить активность, потому что данная гуманитарная помощь будет направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также хотелось бы напомнить, что у нас продолжается до конца июля еще одна благотворительная акция – это семейный бумеранг доброты. В рамках данной акции мы также осуществляем сбор детских товаров – это кроватки, коляски, прыгунки, ходунки и так далее, любые детские товары, которые подлежат термической обработке. Все это нужно для того, чтобы обеспечить многодетных семей, также неполные семьи, в которых есть маленькие дети, которые испытывают нуждаемость в данных детских товарах. И это, пожалуй, все новости. К этому часу берегите себя. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Днем плюс 38, плюс 40 градусов. 15 июля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские и их союзники – литовцы, чехи и поляки – одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение рыцарей Тевтонского ордена было полным. Орден от него уже не смог оправиться. Чувство радости способно лечить. А в аптеках Формленд всегда есть повод для радости. Летние распродажи. Покупай со скидкой до 50%. Формленд – аптека доброго здоровьица. Центр социального обслуживания населения «Альтаир» приглашает граждан пожилого возраста для посещения бесплатных занятий по компьютерной грамотности. Начало занятий с августа 2020 года. Обращаться в город Янаул, улица Советская, 21, кабинет 116. Телефон для справок 542-71. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику – покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой – со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их.